Аплодисменты Это очень опасно По-настоящему нужно пожалеть себя Если даже нужно вытащить блок на своих плечах И втащить его в Думу в качестве паровоза То нужно же подумать как-то и о своем собственном здоровье Которое не вернешь Первое Второе Мне кажется, что я на месте горца Примакова Не стал бы рассуждать о горце Березовском Потому что горцу Примакову Абсолютно опасно, на мой взгляд Совершать антисемитские выпады Пусть даже против Березовского Потому что когда оба горцы То что тут между горцами Вы сами понимаете И третье Что я хотел бы сказать Примаков говорит, что он не будет Вступать со мной в дискуссию И как видите Посвятил свою поездку на Ставрополье Исключительно дискуссии со мной Что мне конечно льстит Как видите, самый скандальный блок Решил спасаться от собственной грязи Самым оригинальным образом А именно Предложил прессе Не говорить о своих проделках Понимаете Избирательная кампания Становится слишком грязной Если кто-либо вспоминает о Лужкове Настолько грязной Что само слово Лужков Уже превратилось в символ Грязной избирательной кампании Какой же вывод Из этого во многом Справедливого утверждения А вывод Самый необычный Надо зажать нос И закрыть глаза И уши И тогда у вас возникнет Иллюзия чистоты Рецепт Лужковско-примаковских сторонников Прост Они говорят Не надо мыться Они говорят Просто не надо грязь Называть грязью И многие Как вы заметили Соглашаются Соглашаются в первую очередь Такие же грязные Такие же лицемеры Это сговор Грязных политиков И их обслуги Их чистота Основана на принципе Рука Руку Моет Они специально ставят нас В ситуацию Когда у нас нет выбора Мы должны снова В который уже раз Привести к власти Проворовавшихся Лживых политиканов Чтобы они снова Грабили Каждого Из вас И не смейте Говорить о них Вслух Они скажут Что мерзко Вспоминать об их грязи Они скажут Что грязно Вспоминать Об их мрази Ворон Ворону Глаз не выклюет Вот их понимание чистоты Ворон Ворону Глаз не выклюет Вот их взгляд На заботу о народе Ворон Ворону Глаз не выклюет Вот их нравственность В такой ситуации Лужков Счел возможным Обратиться К большому жюри Как к корпоративному Институту гражданского Общества С просьбой Оценить С нравственно-этической С точки зрения Ту-компании Травли В телеэфире Которые Даренко Полагает свободной И профессиональной Журналистикой Передачи Которые Идет речь Нарушают Не только Закон О средствах Массовой информации Харте Телерадиоищатели И так далее Нарушается Право Гражданина Опороченного В эфире На ответное слово Любой ведущий Это очевидно Я думаю Профессионалам Может из гостя Сделать То что называется Бутерброд В данном случае Имея ввиду Программу Даренко То что он действует Как информационный Наперсочник Нет никаких Оснований Доверять Участию В этой программе Они порицали Порицали Там долго Все было Мы не можем Все показывать И потом Вынесли Порицание Проблема Представителей Лужкова В том Что они Не понимают Что никакого Компромата На Лужкова Никому не надо Сам Лужков И есть Компромат Стоит ему Только рот Раскрыть И вот вам И компромат То что вы Видели Непростая Сходка Людей Выслуживающихся Перед Лужковым По самоназванию Это Журналисты Всякий раз Когда они Сходятся вместе Чтобы заняться Как им кажется Журналистикой Они называют Себя Большое жюри Союза Журналистов России Союз Журналистов России Это знаменитая Организация Всякий Кто захочет Войти в Союз Журналистов Я имею ввиду Фактически Подойти к нему Немедленно Обнаруживают Что здание Этого Союза Сдано Руководством То ли Ночному Клубу С репутацией Публичного Дома То ли Я думаю Что союз Журналистов Находится На содержании У публичного Дома Потому что Наоборот Это было бы Очень странно Местечко Это я имею ввиду Союз Журналистов Называется Вверх Вниз Up And Down Вверх Вниз Вверх Вниз Говорят И это Непроверенная Информация Потому что Я не член В Союзе Там даже Есть номера Если это Правда То один Из номеров Думаю Отведен Членом Большого Жюри Публичного Дома Они там Забавляют Гостей Из мэрии На этой Неделе Точно Забавляли Удовлетворяли И удовлетворили Лужков Сам сказал Что он Удовлетворен Сразу после Того Как Большое Жюри Публичного Дома Вынесло Вердикт В мой адрес А вердикт Был в том Смысле В основном Что мы не даем Лужкову Возможности Высказаться Что есть ложь Во-первых Стоит только Лужкову Рот открыть Как мы тут же Это транслируем Лужков у нас Не меньше Десяти раз За каждую программу Что-нибудь Эдак и говорит Во-вторых Лужкова мы Приглашаем На каждую передачу И сейчас Приезжайте Юрий Михайлович Спешу добавить Что Лужков Уже перестал Быть политиком Федерального уровня И скоро Как только он В отставке Станет играть В домино во дворе Мы перестанем Мы представители Левых сил Очень удивлены Тем Что левые идеи Используют На политической арене Абсолютно проверенные Демагоги Вновь мы видим Бывшего вице-премьера Ну того Который запомнился Своими Кучерявыми волосами И белыми штанами Тут надо сказать Абсолютно твердо Нам нравятся Бедовые охламоны За их веселый нрав Но мы не согласны Принимать их всерьез В политике Но ведь он хочет Чтобы мы с ним всерьез Тогда мы спросим Борис Ефимович Вы и ваша партия Рассказываете Что хотите заботиться О людях старшего поколения Что хотите поднять пенсии До небес Но как мы вам можем верить Ведь когда вы работали Вице-премьером Пенсия была в пять раз ниже Прожиточного минимума Да и эту нищенскую Ничтожную пенсию Не платили по полгода 35 миллионов Моих соотечественников Жило за чертой бедности При вас И за это несете Личную ответственность Вы и ваши приятели В тогдашнем правительстве Да нефть была дешевле Но ее можно было больше добывать А при вас добыча падала И нефти И угля Вспомните свою работу Министром топлива и энергетики Вы говорите Знаете как сделать экономику Эффективнее Как снизить цены Но это вы провалили Реформу естественных монополий Вы обрушили промышленность При вас инфляция достигла Ста процентов Вы символ провала Либеральных реформ Опять хотите На нас поэкспериментировать Вы вдруг принялись Бороться с культом личности А помните Это именно вы придумали Называть президента Российской Федерации царем Смаковал тогда Борис Ефимович Царь велел Да царь приказал Нравилось быть преемником Нравилось быть царевичем Борис Ефимович Либеральные идеи Демократические ценности Все это конечно Очень важно Но не менее важно Быть честным Быть мужиком Попробуйте Вам бы надо Уйти из политики Не у вас Не у движения СПС Которая вас поддерживает Нет никаких Демонстрировать настоящую Мужскую дружбу Я знаю Теперь Когда Лужков Подал в отставку Все его прихлеба И вся его комарилья От него отвернется Ведь ему уже не удается Покрывать своих Кроме того Следственное управление Генпрокуратуры Уже проявило интерес К опубликованным нами документам Предчувствую За Лужковым станут охотиться Правоохранительные органы Его объявят в розыск В Интерпол Думаете Батурин с Краснянским Ему помогут Нет Ему поможет Наша программа Позвольте сделать Официальное заявление Я лично Бегу из страны Вместе с Лужковым Мы попробуем Перейти границу Аргентины С Парагваем Инкогнито Мне можно Не менять внешность Все равно Меня никто не знает А вот члена семьи Его жены Придется Камуфлировать Я придумал Мы переоденем Лужкова Мужчиной Вот варианты внешности Которые мы хотели бы Предложить Лужкову Фидель Кастро Раз уж мы с ним Бежим в Латинскую Америку То пусть он будет Фиделем Кастро Или другой вариант Еще один Настоящий мужчина Мачо Например Че Гевара Но почему-то В настоящего мужчину Нам Лужкова Переодеть не удается Как ни крути А из этого Круглого лица Мужчина В латиноамериканском Вкусе Не получается Ну не Че Геварова Не Че Геварова Юрий Михайлович А если переодеться Не мужчиной А женщиной Керенский Как-то практиковал Такое Возьмем волосы От Моники Левинской Вдруг придется Скрываться в Америке Нет Это больше похоже На Дону Розу Из Бразилии Где водится Много диких обезьян Попробуем Тогда там Где округлость лица Явление обычное Мао Цзэдун Неплохой получился Кормчий Это годится Но взгляд Какой-то кислый А вот еще Тоже восточный вариант Дедушка Хо Нет На Хо Шемина Лужков не похож Не хватает Аскетизма Все предложенные Варианты маскировки Мы только предлагаем Лужкову Мы не навязываемся И точно знаем Своё место Само собой Разумеется Что маскировку Выбирать не нам А его жене Но при первом же Намеке Со стороны мэра Мы готовы начать Подготовку париков Нарядов И так далее Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры